Так, птичка. Вчера я ездила с мамой на птичку, но снимать я не стала, потому что мы очень сильно торопились. Я уже вышла, бежала к маме, с мамой мы встретились, пошли на метро. Туда проще всего добираться и быстрее добираться на метро, и бегом-бегом-бегом. Бежали, торопились, запыхались. Плюс к этому я еще и упала, вдобавок. Упала так, вроде, когда встала, мне показалось не очень сильно. Но вот уже сегодня, идя на рынок, я почувствовала, что у меня начал болеть коленный сустав. Я упала на коленки и на руки, вот так вот сюда, на карачки, прям шмяк, там гололед. Локти, локоть болит периодически, и коленка, сустав заболел, я шла, прям было больно идти. Я не думала, что просто упав, то есть не такой огромный вес, просто упав и сразу заболит. Сколько падало я в детстве, помню. Не знаю, мне кажется, у меня суставы точно не болели. Короче, видимо, не знаю, сустав прям болит. Плюс к этому, из-за этого падения у меня начал болеть, как же он называется, правильно назвать? Опорно-двигательный аппарат или... Короче, сустав. Там, где ноги начинаются самые... Там есть сустав. Я не знаю просто, как это правильно называется. У меня была, короче, в молодости травма. И получилось так, то, что... Не знаю, надо вам это рассказывать или нет. Ну, наверное, я расскажу. Шла по дорожке, по тротуару, проезжала машина. Заехала на тротуар. И боковым стеклом меня ударило в бедро. С левой стороны. А с правой стороны у меня начало болеть. Вот эта вот травма, она очень долго болела. Периодически она... Когда у меня слишком большой вес, она возникает снова болеть. Вот я упала. Вот я сейчас шла на рынок, я еле доползала. У меня начало опять все заново болеть. То есть, эта травма, я ее не лечила, не обращалась никуда к врачу. Тогда я была молодая, не знала, к какому врачу идти. А родители сказали, да ладно, подумайте, я там машину чуть-чуть дотронулась. Да ладно, поболеть перестань. Ну, у меня как-то тогда болело 2 месяца. Я дома сидела 2 месяца, ходить не могла. Было очень больно. Ну, как-то она, да, так сама зажила. А вчера упала. Думаю, блин, это кошмар. Я еле доползла до рынка, хотя он здесь рядом находится. Обратно еле доползла. Еще обратно эта сумка была тяжелая. Там, не знаю, килограмма 2-3 она может весила. Но мне казалось, что я мешок картошки несу. Короче, вот так вот. За зиму, за эту я упала. Хотя, честно говоря, я не падала уже очень-очень давно. Да, довольно давно не падала. Вот. Стареем. Стареем. Так, значит, птичка. На птичке мы обошли много. Честно, она изменилась. То есть, там был первый этаж. Первый или второй какой-то этаж, я помню, был полностью плитки. Прям полностью много плитки. А в этот раз, получается, плитки было отдела 4-5. Где-то вот так вот. Остальное там все линолеумы. Там туда-сюда. Короче, мы подобрали красивую плиточку. Как обычно, меня тянет на дерево. Все деревянное. У меня же видели вы и кухонный гарнитур. Деревянный под дерево. И там мне тоже хотелось под дерево. Мама сказала, что будет слишком темное. Вроде надо, чтобы было светленькое. Тогда будет туалет смотреться как бы побольше. Так, пообъемнее. Ну, ладно. Полы у меня будут, плитка деревянная. По бокам будет там светленькое. Маленькие там цветочечки такие. Легенькие. Ну, это все потом увидите. Вот. Так, купили мы еще люстрочку. Ну, не люстрочку такую. Ну, типа люстрочки маленькой. Которая у нас висит на ванной. Она слишком темная. Она перейдет в туалет. Которую мы купили. Там две лампочки. Она будет у нас в ванной. Потому что в ванной у меня слишком темно. Получается у меня свет. светит на раковину. А когда моешься, туда шторкой закрываешь. Туда свет не попадает. Там темновато довольно. А когда слишком темно, у меня плохо видно. Я не вижу. Ну, как-то не так уже уютно. А это мы купили. Она раздвигается. Две стороны. В разные стороны. Вот. У женщины там спросили. Говорю. Вот давайте. Дайте нам, пожалуйста, эту люстру. Мы ее смотрим в ванную. Женщина такая толстая. Такая стала. Ой, вы знаете. Я не представляю, как будет смотреться у вас в ванной. Мы так стоим, слушаем ее. Нет. Ну вот честно. Я не представляю, как у вас будет смотреться в ванной. Ну я не представляю, как. Я уже про себя смотрю, начинаю уже думать. А какого фига тебе вообще там? Чего ты, вернее, нам вообще по барабану? Чего ты там представляешь? Не представляешься? Не представляешься? Нам вообще по барабану. Ну смотрю, мама ее так внимательно слушает, слушает. Я думаю, интересно, а мама что-нибудь скажет? Честно, если честно, вот я была бы одна, покупала эту люстру. Я бы матом сказала, мне плевать, что вы там представляете, не представляете. Там у меня это будет висеть люстра, и мне она нравится. И все. А то, что там ваше мнение, это чисто ваше мнение. Мне оно не нужно. Я хочу ее, она мне понравилась, значит я ее беру, и все. И главное, она мне не показывает. Встала поперек возле этой люстры, и не показывает ее. Ну я не представляю. Потом мама такая, да, вроде, ну ладно. Мама такая, ну может другой что-то посмотреть. Я говорю, мам, пофигу, представляет, не представляет. Нам она понравилась? Понравилась, все, берем. Взяли. Нашли ее с трудом, взяли. Даже вот, честно, бывает такое. А, ну еще раз скажу, что у меня вот в ванной люстра висит, другая. Ну она мне нравится. Ну висит, висит, ну блин. Мама говорит, а какая у вас висит? Другая. Мама говорит, ну понятно, что другая. Какая, ну покажите, она здесь есть? Есть. Ну у меня другая висит. Ну блин, ну как в анекдоте. И стоишь, и понимаешь еще, что тратишь время, что плитку-то мы еще не выбрали. То есть нам еще плитку надо купить, думаю. Просто стоишь на болтовню, тратишь время. А ей там, видимо, скучно сидеть там целый день. А ей хочется с кем-то поболтать. Мама говорит, ну покажите здесь есть какая. У вас люстра-то там висит. Другая висит у меня люстра. У меня не такая. Мама говорит, ну ладно, все понятно. Не такая. Блин, на самом деле очень сильно раздражает тот момент, когда ты торопишься, и продавец не хочет тебе доставать товар, и начинает с тобой пытаться поболтать. Вот, когда вот Астана... Или идешь-идешь, там перегорашешь, дорожка какая-нибудь женщина встанет, посередине ковыряется в своем телефоне. Ты, блин, начинаешь обходить. Начинаешь ее обходить, тут она начинает на тебя идти, и ты тут об нее спотыкаешься, блин. Особенно в Ашане вот так бывает. Ты на птичке вот вчера столкнулась. То много народу, то мало народу. А еще там кафешка есть. Маленькая кафешечка. Там такие печенюшки продают всякие. Там чебурек продается большой. В прошлый раз свекровь ездила, видимо, она оттуда чебурек привезла. Он прям лежит на самом прилавке. Люди стоят, вот прям вот так вот лежит чебурек. И вот так вот люди стоят, и на него смотрят, на него кашляют, чихают. И он просто голый чебурек лежит там. И я этот чебурек увидела, и, блин, свекровь оттуда привезла. Блин, я бы не купила, наверное. Стоят очередь, они же люди разговаривают, там плюются. И у них там перед носом этот чебурек лежит. Хоть бы накрыли его там чем-нибудь. Думаю, как-то это стрёмно. Там все закрыто, все вот так вот внизу. А эта вот тарелка там с чем-то, и вот этот вот чебурек. Ну, блин, я его съела. На него, может, там покашляли, почихали. Вирусы же еще ходят. Думаю, вообще кошмар. Вот. Купили мы замки вот для этих вот дверей. Свекровь они не стали покупать. Зачем? Зачем? Не надо. Я говорю, мам, надо купить. Потому что надо закрыть ванную с туалетом двери. Дима туда бегает. Там, если у меня таз что-то лежит, замачивается, он туда начинает все бросать. Все игрушки бегает и бросает. Я просто боюсь, что он может бросить мой телефон так же вот там или камеру в ванную. Мама говорит, ну, убирай телефон повыше. Ну, убираешь, убираешь, я все равно. Вот сейчас на стол уже ко мне стал залазить. Там камера лежит, там тоже вот он носится. Мне надо что-то такое, чтобы вот закрыть эти двери. Или там в туалет начинает бросать, в унитаз, там вот это вот. Это сложно. Говорю, до этого были старые двери, то есть я закрывала их на замок. Он не мог их открыть и было довольно удобно. А здесь вот не закроешь никак. Не пускаешь его. Готовишь пока здесь на кухне, слышишь, там двери замклили, это в ванной. Пук закрылась, пук открылась. Я думаю, ну все, что-то бросил, значит. И уже страшно. А это хоть мастер придет. Да, у нас будет ставить мастер. Мама мастера нашла. Должен был ставить Женин папа. Ну, они целый год собирались, собирались, собирались. Да, да, да. Мы будем класть плитку. Да, да, да. Потом, ой, не будем, мы передумали. Вот целый год думали, думали, думали. Наконец-то надумали. Вот часть сделали, кусочек. Вот плитка. Говорит, ну мы плитку будем покупать сами, какая нравится нам. Ну, судя по полосочкам, мама пришла, посмотрела на эту полосочку. Говорит, слушай, плитка, наверное, будет ужасной. Надо что-то делать. Говорит, давай мастера будем нанимать. Давай, пускай будет класть лучше мастер. Он хоть положит нормально. Он рассказал, там стены он пошкурит. Потом что-то там на стены наложит, чтобы держался цемент с плиткой хорошо. Вот я думаю, блин, а свекрови не планировал шкурить. Думаю, там что-то еще накладывать на стену. Он бы там эту плитку взял, там ляп ее и все. И уже там были бы проблемы плитки. Не держится, значит, плитка плохая. Думаю, а тут хоть и это. Ну, естественно, я буду снимать каждый вечер. Если там будет что-то за целый день, что-то пойдет. Вернее, что-то появится новенькое, я вам обязательно засниму. И постепенно увидите, как будет идти ремонт. Он сказал, за неделю, за две он положит плитку. По-моему, за неделю сказал. Вот. Унитаз заодно мы с мамой купили. Хороший такой. У мамы дома тоже такой же стоит унитаз. Говорю, мама, давай как у тебя унитаз, такой же купим. Говорю, хотя бы он уверена, что он на 100% проверен. То есть, то, что там не будет шуметь ничего. Мы купили в том же магазинчике тот же самый унитаз. Говорю, а то так вот заплатишь деньги. А в итоге окажется, что он тоже будет так же шипеть, шуметь. Как-то неприятно. Смываешь, а он шумит так громко и так долго. Кошмар просто. И спишь с закрытой дверью. Женька здесь ходит, ночью ходит в туалет, смывает. Пожалуйста, не смывай. Он все равно смывает. И я каждый раз ночью просыпаюсь от этого шума. Это невозможно, правда. Такие шумные унитазы. Мама говорит, продашь этот унитаз. Говорю, а что я людям скажу, что он меня спросит. А он шумит, а я что отвечу? Да, шумит. Нет, не шумит. Что вы? Нет, нет. Потом мне позвонят, скажут, а что же вы нас обманули-то? Он шумит. А он нас не шумил. У нас, наверное, вода просто тихая. Там по капельке может лилось. А у вас там может... Вы напор убавьте, может у вас напор сильнее. Я говорю, мам, я лучше за шоколадку отдам этот унитаз. Говорю, хотя бы так быстрее будет. А то там в тамбуре, получается, у нас стоят две коляски. Еще унитаз. То есть одну коляску придется убрать. И ее потом в случае чего доставать туда-сюда таскать. Пока этот унитаз уедет. Там сколько времени пройдет. Что мы еще купили? А, купили мы еще эту штучку для туалетной бумаги. Осталось еще ершик купить. И вот я не могу определиться еще с мусорным ведром. То есть получается у меня на кухне под раковиной я мусорное ведро ставить не стала. Я там положила свои кастрюли как раз. Вот всякие формы для выпечки. Там большие, вот эти громоздкие. У меня там все закрыто. Все закрыто ими. То есть я не хочу запаха. Кухонный гарнитур так ароматно пахнет деревом. А тут... И получается, что у нас в туалете, вы видели, там стоит огромное ведро, куда мы складываем весь мусор. Но мне это ведро уже надоело, честно говоря. Садишься на унитаз, видишь это ведро, это забитое мусором. То есть, блин, как-то я не знаю. Не должно быть так, мне кажется. У мамы всегда было два ведра. Одно на кухне, одно маленькое было в туалете. Но на кухне мне не хочется. Я думала, может быть, пока памперсами мы пользуемся, потому что они тяжелые, все-таки их удобнее в ведро кидать. А потом, может быть, думать, Дима подрастет. И какое-то маленькое ведерочко, аккуратненькое, с крышечкой. Вот у мамы у нее нажимаешь на эту... На педальку. И там открывается крышечка. Такое небольшое ведерочко, хорошенькое. Металлическое такое, красивенькое. Вот что-нибудь такое. Не знаю, что-то прям вообще с этим мусором. Я уже, честно говоря, подумала, может, просто это ведро выставить туда в тамбур. Думаю, там соседи тоже скажут, вонища, что-то там. Ай, каждый день выбегать выносить мусор. Не знаю. Я, наверное, точно это делать не буду. Женька, ну, не знаю. Мешков тоже не напастешься, наверное. Не знаю, короче, напишите в комментариях, что там можно сделать с этим ведром. Наверное, надо, я думаю, подождать, пока Дима от панперсов отвыкнет. Потому что, в основном, большую часть ведра занимают панперсы и всякий мусор. Ну, всякий мусор его меньше гораздо. Панперсов больше. Ну, сейчас уже поменьше стало, конечно. Сейчас одеваешь их только на ночь и на прогулку. А к лету, я думаю, наверное, станет еще меньше. Когда он там уже немножко отвыкнет. Вот. Так вот мы съездили на птичку. Пробыли мы там долго. На метро. Пообщались с мамой. Поездили на метро. Там ароматный запах метро. Такое прям. Обожаю запах метро. В метро там кулинария маленькая. Вот, знаете, вот хожу по магазинам и думаю. Я еще пока на диете сейчас сижу. И думаю, а почему я до диеты не покупала ничего и в кулинарии? И думаю, там столько интересного. Всякие сладости, печеньки какие-то там. Салатики там, булочки. Я помню, как булочка. Еще училась я в 2-м, 3-й класс. Да, был на учительнице. Я помню, раздавала булочки с изюмом. Такие они, я помню, были мягкие, нежные. Наташ, на, иди, бери булочку. А я ребенком была. Сейчас, подождите, я руки помою и возьму. Какая умница. Каждый раз моет руки, прежде чем еду взять. Я помню, она прямо так к маме подходит. У вас такая доченька. Там, это, руки моет, прежде чем еду взять. Прежде чем кушать, сесть. Бежит, помоет ручки. Какая умничка, какая. Я говорю, мам, как ты меня приучила так? Ну, надо же, говорю. Сейчас, вот, думаешь, маленькая была там. Сколько там, 8-9 лет, там, 7. Сначала руки помыть, а потом с улицы прибегаешь. Я, по-моему, ребенком была. Сначала руки помою, а уже потом я могу только зайти дальше в квартиру и начать раздеваться дальше. Там, кофту, там, штаны и так далее. То есть, зашла, ну, обувь сняла, да, там, куртку сняла. Сразу руки помыла. У меня вот осталось вот это вот с детства. А потом дальше разве. Я не могу, допустим, взять, пройти с грязными руками, что-то там пройти, начать раздеваться. Потом там этими грязными руками, там, что-то еще где-то потрогать. И только потом вспомнить и пойти помыть. Как Женька, например. Он руки помыть может уже только на следующий день. Он может и сесть с грязными руками, и есть начать. Там, а что, не помыл, что и разве? А, по-моему, помыл. А может, и не помыл. Не знаю. Без разницы. То есть, а вот меня мама приучила. Вот. И эта булочка с изюмом. Не знаю, мне так хочется эту булочку с изюмом. Просто булку с изюмом. Но я хочу ее намазать маслом и сверху полить либо медом, либо сгущенкой. Вот она. Я представляю, знаете, она такая мягкая, нежная, с изюмом. Не знаю, наверное, сама испеку проще. И сверху ее таким толстым слоем масла намазать в сантиметр. И прям вкуснятина будет. Но я маслом мажу хорошо. Я толсто очень мажу маслом. Я не люблю, когда тонко. У меня и папа так же. Вот. Кстати, масло. На рынке молочку продают. Там масло за килограмм 150 рублей. Другой за килограмм 360. И третий за килограмм 700 с чем-то. Я думаю, тут и тут и тут килограмм. Значит. 72% и там, и там, и там. Ну, всех трех. Ну, блин, почему тогда вот это за килограмм 150 всего? Думаю, если это масло натуральное, настоящее. Ну, там была большая очередь. Я не стала спрашивать. Думаю, ладно. Я все равно, наверное, брать не буду. Как-то за килограмм 150 рублей. Я как-то думаю, слишком это подозрительно. Я знаю, что средняя цена за килограмм сливочного масла 300 рублей. Деревенское вот именно масло. Вот. Там вроде бы продукты тоже деревенские были. Ну, похоже пока не были на деревенские. Обошла весь круг. Смотрю, у нее нет никого в очереди. Да, я думаю, спрашиваю. Говорю, а почему, говорю, здесь за килограмм всего 150 рублей? Почему так дешево? Ну, потому что там всякая химия, там все такое. Я говорю, химия, говорю. То есть, едобавки. Говорю, ну, не совсем. Ну, там всякие масла, там какие-то, там, короче. Ну, видимо, как делается масло. Допустим, полкило. Или, наверное, поменьше. И чтобы вес прибавить побольше, добавляют всякие вот химию. Всякую. Какое-нибудь пальмовое масло. Там маргарин, может быть, в него вкладывают. И получается килограмм. И другая цена. То есть. Говорит, ну, вы можете купить, попробовать. Я говорю, да нет. Говорю, спасибо. Я тогда в магазине куплю, попробую. Говорю, в магазинной. Говорю, ну, какая разница? Говорю, то же самое. Смысл. И, честно говоря, на тот момент, вот я стою и вспоминаю, тоже такая была ситуация. Я покупала творог всегда. Фермерский магазинчик был у нас рядом с домом. Покупала творог. И там было тоже два творога, две... Нет, две одинаковые цены. Два творога. Один белый, а другой желтый. Я говорю, а почему, говорю, вот этот желтый, говорю, странно так. Говорит, ну, там потому что немножко сухого молока добавлено. И я такая стою, думаю, блин, если тут добавлено сухое молоко. Говорю, а тут нет, нету. Ну, я купила творог, пошла домой. А, творог был обалденно вкусный, прям нереально, прям очень вкусный был. И я поняла, что просто раз в этом магазине добавляют молоко сухое, то есть химия, значит, там нет натурального ничего. Так же с этим маслом. Я смотрю, там творог продают, молоко, то и все. Я думаю, раз такое масло здесь продают, химическое, значит, в этом магазине нет ничего натурального, правильно? Правильно. Вот, и поэтому я подумала, ладно, купим в своем магазине. Да, кстати, мы покупаем, приезжает у нас большая машина, мы там покупаем молочку. И будет как-нибудь отдельный обзор. Я вот сейчас пока еще сижу на диете. Еще мне чуть-чуть осталось посидеть на диете. Потом я сделаю обзор на творожок, там у них творог, молоко, творог очень вкусный, очень вкусный. Кефир, кефир обалденный просто. Вот я уже сейчас сижу на здесь и думаю, господи, ну, быстрее бы, быстрее бы сбросить вес. Думаю, блин, я хочу творог, я хочу молоко. Не знаю, сейчас вот не особо, а вот недели три назад я прям хотела молоко. Видимо, вот, организм знает, что ему не хватает. Кальция там, не знаю, может, там что-то еще. И вот прям у меня вообще хотелось молоко. Думаю, как хорошо в деревнях живут, думаю, пьют парное молоко. Свежее, на завтрак, на обед, на ужин, только одно молоко. Я помню, мы с бабулей в детстве ездили к ее родне. И там им с утра приносят трехлитровую банку молока. Они, то есть, пьют одно молоко, чай вообще не пьют. А я городская приехала, мне городская называю, о, городская приехала. Ну, что, молоко не будешь пить? Нет, нет, я там ребенка была, фу, молоко. Ну, вот, не, не, говорю, мне чай, чай мне, чай. А у них не было даже чая. Вот, я сейчас думаю, как вам так можно жить? Думаю, чая нет. Думаю, а потом там деревня, думаю, дача, думаю, мяту взял, заварил ромашку, заварил, вот тебе и чай. Ну, а тогда приходилось покупать, искать где-то чай, деревня там толком. Чего-то чая особо и не было, там были как раз 90-е годы. Начало 90-х, наверное. Где-то так, да. Наверное, было сложно купить. А они прям, помню, молоко, завтрак с молоком, обед с молоком, ужин с молоком. То есть, за место чая прям молоко. Ну, вот сейчас я думаю, блин, что-то мне неделю-три назад так хотелось этого молока, я думаю. А каково, думаю, интересно вот это вот, не за место воды, допустим, и чая пить молоко. То есть, садишься торт с молоком, например, верим и шерсть с молоком, лечь с молоком, наверное. Там бутерброд, там салаты запиваешь молоком, на завтрак, там яичницу кушаешь, запиваешь молоком. Думаю, блин, как-то это стрёмно. Не понимаем мы это, наверное, это в городские жители. Думаю, а сколько они белка получают, да, в молоке, там свежее молоко. Вот, я рассказывала уже до беременности, я ходила к одной и той же молочке. Во время беременности я у нее постоянно травилась, два раза травилась творогом. Творог у нее был просроченный, она не сказала мне, я очень сильно траванулась, очень сильно. Второй раз это было вообще кошмар, я думала, я рожу раньше времени. Насколько мне было плохо, насколько меня просто выворачивало. Это было нереально. А до этого я ходила, покупала у нее молоко и творог. Творог, ну, был довольно вкусный, а молоко было просто обалденное. молоко надо варить она думала что не варить все хорошо вроде у нас там все в порядке с этим вот я домой приходила и топорное молоко утреннее наливала помню стаканчик и пила его и растягивала удовольствие блин это было настолько вкусно это нереально вкусное молоко было пока тоже там все не испортилось потом она стала вечернее молоко продавать утром не успеваю зачем а вечерняя нужно такое такое холодное а это приносишь дома она еще тепленькое такое хорошенькое вообще хочется попробовать молоко вот то который привозят машине и свое производство там не одна корова там много коров как бы как магазинное молоко вот не кипятишь там тоже не надо по-моему кипятить и также там сметанку продают сливки вот я хочу попробовать из сметаны сливок сделать сливочное масло вот еще там кое-что хочу попробовать сделать вместе с вами будем все пробовать делать надо вот только подождать пока у меня немного вес сбросится еще чуть-чуть немножко еще осталось мне там пишите в комментариях вроде ты и так нормально выглядишь и так худая но честно пока появилась у меня возможность похудеть до 50 килограмм не хочу упускать эту возможность хочу все-таки постараться похудеть до 50 потому что от 50 будет вес набрать немножечко посложнее если я каждый год допустим вы делал до 57 то есть 56 57 то набирал там за за год я где-то 60 уже весил концу года 60 61 62 63 то есть ну так вот а если я подумал буду весить 50 то концу года можете я буду меньше 60 57 где-нибудь то есть потом все таки 7 килограмм там 50 ну 60 там как бы может даже 60 не перевалит как-то может быть даже попроще будет скидывать будет уже попроще там все таки 60 такая большая цифра так вот 57 например вот но вот вес к 50 килограмм годам хотел сказать 50 килограмм довольно медленно уходит он сейчас уже все медленнее медленнее уже несколько раз голодала пока голодаешь он уходит потом чуть-чуть по утрам кушаешь вроде совсем капельку кушаешь но все равно он прям ходит очень 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 медленно вот не знаю там еще вот будет мастер у нас делать то есть в туалет особо не сходишь и я думаю наверное я буду продолжать еще дальше сидеть на диете потому что если он будет приезжать очень рано и при и уезжать поздно то есть постоянно тоже бегать в туалет отвлекать его не хочется хочешь быстрее там сделал все-таки чужой человек поэтому хочется чтобы быстрее сделал и ушел все-таки с чужим человеком дома и с ребенком еще довольно тяжеловато хорошо у меня там ребенок горшок ходит там или в памперс это как бы попроще хотя он сказал потом говорит унитаз я сниму там все покрашу и там сутки нельзя будет ходить в туалет потом сутки ну ладно говорю хорошо я на диете сижу да еще посижу растопотом еще сутки а потом я найти сегодня с утра просыпаюсь и думаю подожди сутки нельзя ходить ну как же сутки то есть без горшка ну блин ну ладно я могу там как-то что-то придумать думаю с у меня ребенок покакает в горшок думаю куда эту какашку дену ну может в окно ее в окно соседи там снизу у нас на окне какашка появилась какая-то сичка видать как не знаю что нибудь будем придумывать они он год к соседям к соседям в туалет сходится постучу соседи не знаешь не нет и извините пожалуйста можно вас в туалет сходить ой да 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 у наши соседи да да ваши соседи Ой, да-да-да, конечно, проходите, проходите, сходите в туалет. Я ну вот так вот представляю, ко мне сейчас постучится соседка. Ой, извините, а можно я вас в туалет схожу? Я бы как-то, знаете, в туалет. Блин, что-то мне как-то не хочется, чтобы на мой горшок садились чужие попы. Ну ладно, сходите, что же теперь? Как-то это... А если будет там не один раз, а на дню там по нескольку раз. Как-то странно. Напишите, кстати, у вас было такое, чтобы соседи к вам пришли и сходили в туалет. Или помылись, например. Или какие-нибудь друзья с другого дома. Ой, вы знаете, у нас воду отключили, можно мы у вас подмоемся? Подмыться. А что еще вам полотенце надо давать-то? Да-да. Ну ладно, проходите, подмывайтесь, так и будет. А, еще в туалет хотите сходить, да? Ой, ну ладно, идите в туалет еще вдобавок. Что же теперь поделаешься с вами? Вот, честно, как-то диковато даже немножко. Это надо, мне кажется, с соседями очень хорошо дружить, чтобы пойти к ним в туалет. Сходить. Вот. Напишите в комментарии, были у вас такие истории или нет. Так, да, так же напишите про мусорное ведро. Как сделать лучше? Я не хочу вообще мусорное ведро дома иметь. Не знаю. Мусор-то собирается, а я иметь его не хочу. Думаю, блин, как было бы здорово, чтобы в окно выкидываешь мусор, а там его дворник подбирает. Дворников не хватит, чтобы не ходить туда в коридор, выбрасывается. А вдруг дверь захлопнется. А у меня ключей нет, убрать с собой. У нас соседка, знаете, как делает, выходит, выйдет, а, вышла она, у нас две двери вот так вот рядышком. Она, а, ей нужна была отвертка. Вот. Я слышу, она дверь очень сильно хлопает, бубух, захлопнула дверь. Слышу, ключом закрывает, чик, 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 чик. Я думаю, ну вот, опять куда-то пошла. Тишина. Слышу ко мне в дверь, тук, 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 тук. Открываю дверь. Дай, пожалуйста, отвертку. Я, блин, думаю, а зачем надо было свою дверь закрывать, когда вот тут, один метр. Даже идти никуда не надо. Вот, ты стоишь, вот, ты можешь держать свою дверь, она у тебя открыта. И тут же ты держишь мою дверь, то есть вот. Я хорошо говорю, знаете, дала, значит, закрыла, значит. В глазок смотрю, она открывает обратно свою дверь, чик, 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 и заходит, заходит, закрывает. Блин, ну смысл был закрывать. Ну ладно, я понимаю, можно закрыть дверь, когда ты отходишь от нее там метров на 10, например. Ну даже мусор выкинуть, я помню, дедуля выбрасывал мусор, он даже не закрывал дверь. Эту дверь на распашку, та на распашку. Вышел там, выкинул мусор там на этаже. И зашел, все закрыл. Как-то за это время я сомневаюсь, что там зайдет вор и что-нибудь украдет. Сомневаюсь, что есть что воровать. Вот, ладно, сегодня, наверное, с вами уже наболтала я. Ну-ка. 32 минуты с вами болтаем. Офигеть. Наверное, ролик разделю. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.